В этом году жители Приморья могут проголосовать за объекты благоустройства в рамках инициативного бюджетирования. Мы уже рассказывали ранее, что граждане могли представить свои идеи на конкурсе «Твой проект», на реализацию которых из краевого бюджета выделят по 3 миллиона рублей. Отбор проектов проходил в несколько этапов. Всего на конкурс поступили 25 заявок. Каждая проходила технический анализ экспертов на соответствие конкурсным требованиям. А именно, стоимость реализации инициативы не должна превышать 3 миллионов рублей. Сроки выполнения до конца 2021 года объект не должен негативно сказываться на окружающей среде. По результатам экспертизы, до народного голосования допустили 13 проектов. В настоящий момент лидируют 5 инициатив. Один из проектов предусматривает благоустройство территории променада вдоль мемориала вечный огонь. В настоящее время этот тротуар находится в плачевном состоянии и жителями практически не используется, хотя через него можно быстро пройти на стадион или городской парк. Проект предполагает в первую очередь расширение прогулочной зоны, а также оснащение берега реки новыми бетонными плитами и установку лейерных ограждений с освещением. Установить лавочки, урны и вазоны с цветами. Также большое количество голосов на сегодняшний день жители отдали проекту сквера возле школы номер 2, что на птичнике. Предполагается облагородить эту территорию, возвести большую детскую площадку, на которой смогут отдыхать жители микрорайона. Большое внимание общественности привлекло предложение по строительству освещенной пешеходной зоне в пригороде по улице Баумана. Для жителей района отсутствие безопасного перехода, связывающего два значимых транспортных узла, остановку «Зеленая» и ЖД-станцию «Угловая», остается острым вопросом уже много лет. Также жители активно голосуют за благоустройство придомовой территории по улице Ленина, что в поселке Заводском, и строительство детской площадки в селе Суражевка. Реализация того или иного проекта зависит только от активного участия жителей. Для того, чтобы ознакомиться с представленными проектами и проголосовать, нужно зайти на портал управления общественными финансами Приморского края, пройти регистрацию, во вкладке «Инициативное бюджетирование» выбрать твой проект. Подробная инструкция по голосованию также размещена на сайте. Чтобы выбрать объекты благоустройства для нашего города, нужно выбрать Артемовский городской округ в списке муниципалитетов. Жители могут отдать свой голос за понравившийся проект до 14 марта включительно. Торопитесь! Анастасия Абдулхалек, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости. Сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему провели акцию «Трезвый водитель». направленную на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения. Особое внимание полицейские уделили выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. В результате рейда зарегистрировано 60 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем двоих граждан ранее уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. По решению суда правонарушители были лишены права управления транспортным средством. Тем не менее, снова сели за руль, без прав и в состоянии опьянения. Нарушители отстранены от права управления, автомашины поставлены на стоянку временного задержания. Госавтоинспекция Артема отмечает, что в текущем году к административной ответственности за вождение в пьяном виде привлечены 55 водителей, возбуждены 7 уголовных дел в отношении любителей пьяной езды, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Полиция напоминает, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортом на срок до двух лет. Редактор субтитров А.Семкин